Ой, господи! Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мария Местик. Сегодня 24 сентября 2020 года. У нас в Ленобласти сегодня вот такая замечательная погодка, вот такая температура воздуха. Ветра нет. Наши собачки и щеночки гуляют с удовольствием. Сегодня вернулись с прививочки Глэдис, Герцог и Грета. Атос убежал домой. Он сегодня целый день гулял. Поэтому Глэдис, Грета и Герцог будут сидеть дома, карантинится после прививочки. А те ребята, которые уже давно привиты и чипированы, прошли карантинчики, гуляют с нами. И даже малышка Дайнерис, которая завтра едет на первую прививочку и актировку. Вот я ее не вижу, но я ее слышу. Если слышно г-г-г-г, значит это Дайнерис. Здесь катают по бетону Бьючку. Ее братишка Бонька, Викуська и Бориска играют с Бьючкой. Во как они ее. Кто-то носится уже по отравке. Так, здесь у нас Дайнерис. Юля воспитывает теперь Виконта. Здесь пошла игра веселая в царя горы. Кто выше заберется и быстрее скатится. Пойдем на травку. Аурелия, вот смотрите, что делает. Гонки скоростные. Дети пошли на травку. Тессонька с нами гуляет. Тесса, как всегда, занята вкусняшенькой. Да, у Тессы вкусняшка. Из дома принесимая. Цезариончик, Киса, Ксюша, Энтони к нам пришел. Аурелия, Виконт догоняет Бьюти и Вивьен. Так, малышка Дайнерис пошла там по бетону гулять. Я сегодня гуляю с ними одна, поэтому не всех взяла с собой на прогулку. Боюсь не уследить за ними. Атос вообще убежал домой. Я его вынесла на руках. Он развернулся и ушел. Не очень он у нас любит гулять. А вот Вильгельм замечательно гуляет. Пришла Умочка, Ялечка, которая Беллочка. Вот так вот весела в травку. Ускакала, ускакала. Погодка сегодня с утра вот такая замечательная. Все тепло, сухо. Деткам раздолье. Поэтому кто-то у нас с самого утра гуляет. Кто-то сидел дома, ждал, когда их вынесут на прогулку. То они опять занимаются корчеванием сорняков. Нам, кстати говоря, обещают, ну вот где-то еще несколько дней, почти неделю, вот такой замечательной сентябрьской погоды. Очень надеемся, что прогноз нас не обманет. Потому что наши малыши просто счастливы. Вот так вот играть в травки на солнышке. Кто чем, да. Вот какая у Тессоньки вкусняшка. Я собираюсь идти поближе к Дайнерис. Так как я сегодня одна, Дайнерис, вот видите, что делает. Опа, ничего не боится. Забралась на линолеум, съехала с него как с горы и уже спешит к нам по тропинке. Совершенно крошечного размера созданница, но бесстрашная, абсолютно бесстрашная собока. Боря отнял у Тессоньки вкусняшку. Ой, Господи. Ой, ой. Я Дайнерис не вижу, я ее всегда только слышу. Как только г-г-г, значит где-то тут Дайнерис. Пришла варежка-кошечка, мама Цезриончика, вот эта черная пушистая собачка. Так, что там такое, Юля? Юля! Что вы всех воспитываете-то? Переходящая вкусняшка теперь у Юльки. Там носится Вильгельм и Энтони. Аурелия принеслась. Дайнерис не знает, куда пойти. Она только пришла сюда, все побежали обратно. Уйди с тропинки, они тебя затопчут. Дайнерис! Ры-ры. Че, Господи, как им понравилось носиться по линолеуму. Ну, конечно, понимаю, он теплый, но он скользкий. Они с него скатываются, как с горки. Так, ну куда вы все на ноги на мои навалились? Аурелия. Так, как я дам его? Да. 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 Угости. Угости... Угости. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Молодцы какие! Все разбегаются в разные стороны Масик, ты что такой загадочный? Так Ну, я опять потеряла А вот ты где! Господи! Я постоянно теряю малышку Дайнерис Она шоколадного цвета И в зеленой траве ее вообще не видно Варежка-кошечка к маме идет Моя куколочка О! Дайнерис хоть за Варей пошла Пойдем-ка на куда-нибудь На беленькое, я тебя не вижу Такая маленькая Еще и темненькая А, смотрите Верхолаз Слезай с линолеума Она его еще и грызет Нет, но вы видели, а? Вот это вот Дайнерис Клоп Тараканчик Бью тебя! Господи! Господи! Куда вы все несетесь, как табун лошадей? Опа! Давай-давай-давай-давай-давай Выплываем Расписные, давай, молодец! Все сама умеет Вот такой вот пес Вот такой вот пес у нас растет Завтра будет с татушкой С прививкой С документами Большая собака Так, сохли у мамки тут лежанки На солнышке постиранные Их уже уронили Вильгель Красавчик Ох! Бьютенько, пусть просохнет Вы будете спать вечером в чистеньком Все солнышком просушено Проветрено, да Дайте досохнуть лежанкам-то Братцы кролики Проветрено, да Бог-то мой. Ай, малышня наглая. Все по ступенькам бегают. Никто ничего не боится. Бельгельм хочет метелку своровать. Так, пошли проверять. Туда, сюда. Вообще вот ничего не боятся. Везде залезут, везде запрыгнут. Это у нас уже 6 часов вечера. Такая погодка у нас замечательная. 24 сентября 2020 года. Прелесть. Небо чистейшее, ни одного облачка нет. Ой, ребята, что вы там все не поделите. Так, Дайнерис опять ягодки собирает. У нас с рябины осыпаются от ветра ягодки. Юль, хватит тебе шугать. Ой, я не могу. Я как только увижу Дайнерису, у меня вот непроизвольно хочется смеяться. Такая деловая, с таким вот козелочным размером. Опа, со ступеньки. Аурелия принеслась. Ну, это метеор. Это как бьюти. Здесь Беллочка с братишкой Бонни. Так, вот понеслись тоже по тропинке. Брат с сестрой. А бьютика здесь. Кто не мочает Вильгельма. Так. Все время боюсь потерять Дайнерис. Она у меня убегает по ступенькам. И вообще никого не спрашивает. Вот где-то там у Тески был шов от операции. Сегодня третий день после операции у нас. Вот где-то там на боку был шов. Так, Дайнерис у нас окончательно куда-то домой уходит. Да до чего ж ты самостоятельная? Примчались Вивьен и Виконт. Вернулись. Бонни и Белла. И ушли опять в травку куда-то. Так, Тони, ну-ка не делай ему больно. Тони. А Дайнерис отдыхает на ступенечке. Что ты кричишь? Аф-аф. Не, ну нормально. Это малыши там... Зареон тут чего-то решил покомандовать. И малыши решили его поддержать. Ты что тут устроил, да, охранный? Ага, это вы что-то на Аурелию нападаете зачем-то. Непонятно зачем. Непонятно, что она вам сделала. Аф-аф. Ага, это Вивьен на Аурелию. А, Аурелия, все. Скажи, а теперь догоните. Пойдите, говорит, догоните. Кто догонит, тот, пожалуйста, облает. Господи, Тони, что ты с ним делаешь? Дался он тебе вообще вот непонятно зачем. Беги, малыш, испугался. Во, Масик нашел себе по размеру компанию. Что, Масик? Кто-то еще маленький. Кто-то меньше, чем ты. Опа! Дайнерис смотрит на меня с камерой и идет, шагается ступеньки вниз. Молодец. Бесстрашный пёс. Оф-оф-оф. Всем понравилась эта гора из линолеума. Мама и сыночек. Юлька и Тони. Еще одна мамка, еще один сыночек. Тесс и Вильгельм. Побежали, побежали по тропинке. И догоняет дочка Вивьен. И братишка Вивьен. Виконт. Так, Дайнерис опять забирается на ступеньки. Вот такой прекрасный вечер. Тепло, ветра нет. И самая прелесть, в отличие от июнь-июль, когда даже у нас такая прекрасная погода, июнь-июль, май, вот такие вот месяцы, даже август, у нас постоянно одолевают нас какие-то насекомые. Я уже делала видео, где был искусен пряня комарами, вся голова была съедена комарами. Майские вот эти мелкие мошкара. Потом, значит, идут как-то вот они по очереди комары, потом наступает июль, там жара слепни. Одним словом, вот летние прекрасные вот эти вот замечательные, самые теплые месяцы погулять спокойно не удается, потому что нас постоянно съедают какие-то насекомые. Они меняются после мошек комары, после комаров слепни. И только сейчас, в сентябре, мы совершенно свободно можем себе позволить вот так позагорать, погулять и не стоять вот там, не ойкать, не айкать от укусов насекомых. И собачки в том числе, потому что показывала пряничку, у него прям такие, как гнойные, такие прям зеленкой мы обрабатывали. Ух, такая реакция у него была. Ну, в общем, не все, конечно, так реагируют на укусы комаров, но прянью искусали просто очень сильно. На самом деле, всю голову ему объели. Щулька носится, господи, несется. А, она с бьютькой, что ли? Или это бьютька? Так, где у меня опять малявка? Ой, бьютьюшка. Вот она, боза, боза, боза. Боза, 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 как же я за тебя боюсь. Боза, 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 боза. Я за тебя так боюсь. Так. Кто-то далеко там по тропинке, кто не вижу. Вижу кого-то еще из Цириуса вижу. Я из-за Дайнерис боюсь тут особенно передвигаться, потому что таскать ее на руках она не хочет. На руках она тоже начинает там ворчать, что ей хочется бегать. А если я отхожу от Дайнерис далеко, я боюсь, что она упадет, пока я отвернусь. Папа у нас отдыхает, потому что он ездил с детишками на прививку, устал за рулем, покушал и спит. А мы гуляем вот тут в гордом одиночке. Наши красавицы Ксюша и Варвара, Тессонька, загорают. Взрослые собачки вот так себя ведут на прогулке. Нам скажи уже не надо носиться, беситься. Это только вот эти малыши хулиганят у нас. Опа! Так. Тони! Ведь там Тони кого-то зажевывает. Тони! Тони! Да вот вы достали Дильгельма там мучить. Дайте вы ему погулять, эй! Большие собачки, вам не стыдно? Чего вы его мучаете? Дай ему побегать, Тони! Вредительский плюсик. Тони! Я не ругаюсь, я говорю, дайте парню погулять спокойно. Ага, вот стоило мне уйти, Даймерис пытается по ступенькам за мной передвигаться. Вот это я боюсь. Она у нас самостоятельная и очень активная, и очень прыгучая. Ну вот такие, дорогие друзья, у нас сегодня вечер 24 сентября. Осталась у нас на завтра процедура с получением документов и первой прививочкой Даймерис. И все ребятки у нас будут привитые, с документами, с клеймами, кто-то уже по возрасту чипированный и в ожидании мамочек и папочек. Кто-то уже готов к продаже, кто-то теперь проходит карантинчик перед отъездом в новые семьи. Дай Бог, чтобы подольше подержалась у нас вот такая замечательная погода, и мы тогда вообще будем чувствовать себя просто как в сказке. У меня последние минутки записи на камере. Заранее с вами буду прощаться, чтобы не остановилась резко запись. Возвращается Вильгельм. Бьютика уже совсем самостоятельно. Так, Даймерис. Кто-то сверху. А, Цериус тащит вкусняшку. На улицу. Это вот наши натуральные вкусняшки, которые мы покупаем в своей ветклинике. Это высушенный бычий пенис, про который я рассказывала. Мы его рубим топором, насколько он твердый и огромный. Это вот удалось нам половинку отрубить. И они их постоянно таскают на улицу. Потом их приносят обратно. А на улице, когда гуляют, периодически их находят и начинают друг от друга охранять. Потом собираются домой, заносят домой все свои эти игрушки, вкусняшки. В общем, целый день в трудах и в заботах наши малыши. Есть чем заняться. Кто-то уже нагулялся. Сегодня при такой погоде я вообще не закрываю дверь. То есть утром, как мы вот открыли, где-то часов в 7 утра, так и с утра собаки у нас в свободном плавании, что называется. Захотят, идут домой, захотят, идут на улицу. И малявки вместе с ними. Я имею в виду тех малявок, которые вот уже постарше. Которые живут со взрослыми собачками. Это Бьютичка, Аурелия. Атос, вот не любитель погулять. Вот он стоит на ступеньках и наблюдает. Я его вынесла, он обратно убежал. Домосед у нас Атос. Покупайте Атоса, дорогие друзья. Те, кто не любит... Кто любит сидеть на диванчике у телевизора и не любит подвижные прогулки и игры. Атос вам составит отличную компанию. Те, кто любит сидеть на диванчике у телевизора. На этом, дорогие друзья, давайте с вами попрощаемся ненадолго. Сегодня я еще покажу, как наши детишки съездили на прививку. Обязательно покажу Глэдис Герцога и Греточку. Они сейчас дома, так как мы сегодня только поставили им чипы и сделали вторую прививочку. Пусть немножко посидят после дороги. Во-первых, прокарантинится. Ребята веселые, активные. Перенесли прививку замечательно. Но на всякий случай на улицу я их не повела. Они и так весь день сегодня провели в машине. Пусть отдохнут, покушают. И сейчас вернемся домой. Обязательно покажу, взвесим. Покажу, как ребятки себя чувствуют. Поэтому на этом я это видео буду заканчивать. Кто не подписан на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить новые интересные, а возможно для кого-то и полезные видео о жизни наших питомцев. Гостям нашего канала напоминаю, что в нашем питомнике 9 щенков Чихуа ждут мамочек и папочек. Индивидуальные видео всех щенков на продажу можно посмотреть в плейлистах на канале нашего питомника. Только вчера освежили информацию, всех показывали вблизи. Называли даты рождения, родители. Сильно таких каких-то миников тут нет. Наверное, самый маленький это наш цезариончик. Ну и малышка Дайнерис, которая пока еще совсем маленькая. Юлька-красотулька. Кто там тебя покусал, Дайнерис? Ой-ой. Ой-ой.